Десятки людей во время карантина решили открыть мотосезон на побережье Черного моря. Выходка краснодарских байкеров возмутила многих пользователей соцсетей. Пока одни добросовестно соблюдают особый режим, другие, минуя всякие запреты, почему-то решили, что им все дозволено. Такая беспечность не осталась незамеченной краевыми властями. На заседании оперативного штаба губернатор отметил, что те, кто так демонстративно высмеял самоизоляцию, должны привлечь к ответственности. С пятницы прирост заразившихся в край 298 человек. При этом медики уверены, пик еще не пройден. Чтобы не допустить распространения инфекции, необходимо усилить работу по выявлению круга контактируемых лиц с заболевшими. И здесь губернатор потребовал быть активнее на местах. Мы третий по численности. И мы держим вот такую ситуацию. Держим. Но надо ее просто до конца удержать. До конца удержать. Еще раз подчеркиваю. Просто как максимально в ручном режиме выхватить сегодня из массы жителей, муниципальных образований, края, тех, кто контактировал с инфекцированными. И либо на принудительную изоляцию, либо просто дома. Но тогда точно караульте их. Чтобы никто не входил, никто не выходил. Мне важно сегодня, чтобы вы в ручном режиме контролировали максимальное выявление тех людей, которые контактировали с инфекцированными. Прям в ежечасном режиме. Давайте спасем тех, кто добросовестно находится дома на изоляции. На самом деле они точно не виноваты от того, что кто-то где-то болтается просто так. Либо не знает, что он инфицирован и продолжает инфекцию разносить. Городу за окном становится все выше. Теплая погода так и манит покинуть дом и прогуляться. Тем не менее, в эти выходные в крупных городах края удалось избежать массового выхода на шашлыки и рыбалку. Были учтены ошибки прошлых выходных. Соответственно, когда действительно очень большое количество населения выдвинулось на водоемы, в лесопарковые зоны, главы муниципальных образований были перекрыты подходы и подъезды. И действительно эти выходные показали, мы проверяли совместно с Росгвардией, с полицией, что единицы, которые находятся в этих местах, они соответственно были уведомлены, и были выписаны либо уведомления, либо были соответственно водные штрафы. Отложить пришлось и прогулки с видом на море в курортных городах. На совещании губернатор напоминает главам приморских территорий. Сегодня важно оставить набережные закрытыми, чтобы как можно скорее они смогли принять отдыхающих в разгар курортного сезона, когда это станет наконец возможным. Коллеги главы муниципальных образований, курортных наших, вы перекройте выходы на набережную. Перекройте, физически перекройте. Потому что тоже видео мне показывали, в том числе и Геленджик, набережная, и иные места, где люди гуляют. Да, их немного, но они гуляют. Давайте набережные прибережем для нашего курортного сезона. Чистыми, не инфицированными набережными. Вот это сегодня важно. А период карантина, значит, они должны быть закрыты, чтобы они были готовы принять наших отдыхающих в разгар курортного сезона. Но для этого сейчас мы должны быть максимально закрыты. Закрыты для коронавируса. И для прогулок по набережной. Закрыты. Отдельный вопрос в совещании – защита медиков, работающих с больными коронавирусом. Сегодня в госпиталях они проводят дни и ночи, спасая чьи-то жизни. Главные борцы с эпидемией должны быть обеспечены всем необходимым, отметил губернатор. Все, кто отвечает сегодня за медицину в крае, они должны создать условия для врачей, чтобы они могли, понятно, спасать сегодня жизни людей, здоровье, но сами должны быть защищенными от инфекции. Евгений Федорович, и ваша персональная здесь ответственность. Коллеги, все, что необходимо, еще раз давайте обсудим с Игорем Петровичем голосом. Сверхи, врачи должны быть максимально защищены от инфекции, еще с почерпу первыми, с точки зрения того, что они лицом к лицу сталкиваются с и пациентами, и больными, которые уже инфицированы. А мы должны с вами обеспечить им эту защиту. До 1 мая медучреждения Кубани получат около 30 тысяч защитных костюмов, еще 50 поставят до середины мая. Также в связи с эпидемией коронавируса продолжается переоснащение инфекционных койк и закупка необходимого оборудования, например, аппаратов ИВЛ. Для больных коронавирусом это порой единственная надежда на жизнь. По вашему поручению мы продолжаем приобретение аппаратов ИВЛ и за те деньги, которые были федеральные выделены, и деньги, которые краевого бюджета. Сейчас идет поставка дополнительно еще 12 аппаратов, 36 аппаратов будет в течение мая. От коронавируса в регионе скончались 19 пациентов, среди них двое медиков. Но даже несмотря на такие доказательства в социальных сетях находятся те, кто до сих пор не верят в пандемию, выдвигая странные версии о мировом заговоре или предстоящем чипировании. Я не верю в то, что это обычные люди пишут, но не верю, друзья. Это люди неугомонные, мощные, активные, очень быстрого ума. Не верю, что они не анализируют ситуацию и на самом деле отрицают сегодня происходящее. Боты заполонили сегодня, в том числе и интернет-пространство. А самое главное, кто-то управляет такими ботами, да, и пытается посеять сегодня вот этот фейк, что нет, это все заговор мирового правительства, чипирование, чего только не придумывают. Я думаю, просто кому-то это выгодно, выгодно. А вот то, что это народ не верит, жители края не верят, в это я не верю. Не верю, потому что я знаю, какой у нас народ, я знаю, какие у нас жители. Поверьте, вот здесь они понимают, они точно могут отличить белое от черного. Зарастущая статистика из судьбы конкретных людей, которые измучены вирусом и пытаются вернуться к нормальной здоровой жизни. Не покидать свои дома и квартиры без особой нужды сегодня стоит хотя бы ради того, чтобы не оказаться на больничной койке.